В Неницком округе появится служба постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Соответствующий законопроект представил на заседании администрации региона руководитель профильного ведомства Сергей Свиридов. Подробности в материале выпуска. Разговоры о необходимости постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведутся в Неницком округе не один год. Сегодня воспитанники детского дома, достигнув совершеннолетия, выходят во взрослую жизнь совершенно одни. Зачастую, не находя поддержки старших, они не могут начать полноценную жизнь вне стен казенного учреждения. Исправить эту ситуацию призвано постинтернатное сопровождение детей, рассказал руководитель профильного ведомства Сергей Свиридов. Наставники небольшую вкладу из опускного бюджета будут осуществлять данные функции по сопровождению детей, которые достигли совершеннолетия и вышли из детского дома. Законопроектом предлагается установить вознаграждение наставнику в сумме 2000 рублей в месяц за каждого сопровождаемого. По расчетам разработчиков, в 2018 году на постинтернатное сопровождение 47 детей потребуется порядка полутора миллионов рублей из окружного бюджета. Еще одно изменение касается меры социальной поддержки усыновителей в виде единовременного денежного пособия. Сегодня оно выплачивается в течение первого и второго года в размере 150 тысяч рублей, в течение третьего года единовременно в размере 200 тысяч. По предложению парламентариев региона, департамент предусматривает возможность выдавать усыновителям всю сумму единовременно, в любое время со дня усыновления, в случае, если средства будут направлены на улучшение жилищных условий. С одновременным закреплением этой доли за усыновленным ребенком. Также предлагается установить взыскание всей суммы данного пособия в случае отменного усыновления. В целом характер целевой выплаты остался неизменным. Средства, которые усыновители получают в течение второго и третьего года после усыновления, они также могут направить на улучшение жилищных условий ребенка, получение образования, медицинской помощи или оздоровление усыновленного ребенка. Мы договорились, что понимаем, что вопрос усыновления очень деликатный. Тем не менее, если будет такая возможность, попробуем пообщаться или как-то иным образом прокоммуницировать с людьми, которые усыновили детей, чтобы понять их нужды. На что бы еще они полагали, им важно было бы иметь возможность тратить это целевое время. То есть мы готовы расширить печень этих направлений, на что эти деньги могут быть потрачены, но против того, чтобы совсем снимать ограничения, поскольку, ну, все-таки иногда встречаются недовросовестные люди, которые могут эти деньги потратить не на ребенка и не на цели усынования. Законопроект, представленный на заседании Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты, будет рассмотрен на ближайшей сессии собрания депутатов. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал Север.